Доброй ночи вам, новогодний. Доброй ночи. Только что пришли. Интересно выставим видео. Снимали на две камеры. Ходили, Евангелие раздавали. Ну и что там, пьяных много? Ну, пьяных не так много, но под конец один пристал из баптистской семьи баптист. Пьяный, матерится. Член баптистской общины. Вот тебе доказательство, что везде сатана трудится. Ну это неизвестно, какой там он член. Может он начинающий или какой другой там. Родился в баптистской семье. Родился. Отец у баптистов диакон. А мать наша прихожанка православная. Ну, судить что, по всем, по одному всех судить. И на тихо. Я это, с роликами, что-то качество мне не перестало нравиться. Настройки там никто не трогал. Про что? Володя, подойди. Про что? Ну-ка, повтори-ка. Он говорит, настройки никто не трогал, что качество что-то хуже стало. Да нет, не трогали. Ко мне Ольга заезжала, но она посмотрела, ничего не делала она. А вы вот эти автозапись ужимаете тоже, да? Нет, никто не прикасался. Никто. Нет, он говорит, автозапись вы ужимаете, когда ему пересылают. Автозапись нет, прям так целиком и ставлю. Автозапись у меня неприкасаемая, я прям беру и целиком. Вот сейчас закачивал один очень интересный ролик, сегодня опять Юля вышла с Оренбурга. хороший, у нее поразился портрет и все. Ну, я всегда посылаю две, сейчас первую я даю именно автозапись. У нее такие вопросы, она такая молодец. Духовный вопрос. Конечно, она читает, поэтому просвещается, трудится. Да. Вот только сейчас пришли. Договорились о Дебунов, Володя, Володя со мной в паре был, а Сергей с Дебуновым. Ну, поснимали, красиво. Много сумок там, Евангелия патриарших, и все просили, чтобы за патриарха молились, чтобы Бог сохранил его. На мысль такая, на сердце положена. Чего? От чего сохранил? От чего? От несчастного случая? От чего? Потому что на патриарха это не мы, другие недовольны. А что ему несчастный случай-то? Покушение? Ну, другого Господь возбегнет. Я за этого молиться буду. От этого нам вреда не было. Ведь как же не было? Вреда не было, и пользы не было никакой. Молчу. Чего ж он, он за благовестие заикнется, где-то там заикнется, раз в год, и все, и тишина. Чего же это за патриарх такой? Нам не надо такого патриарха. Нам нужен Никон новый. Новый Никон нужен. Да. А вот про Никона, то тут я как раз сегодня и ответил. Они там собрались, по десяти первым сериям раскола судя, там собрались и Старообрящевский, и который режиссуру писал, и Человек Шест, и Тихон Шевкунов. И ни один, ни разу, за всю беседу, там минут сорок шесть, ни слова Христос, ни Библии не произносят. Я все-таки комментарий туда дал такой, что они как будто бы... Вы знаете как, Геннадий Ильич, я думаю, их предупреждают, чтобы проповеди никакой, и никакого не устраивали там, ну, рассуждений по поводу Священного Писания, потому что время экономят. Поэтому они не говорят о Христе, и они стараются минимализировать, вот, как говорится, по теме. Да я про то и говорю. Время нет, а 20 серий, это не два часа. 20 серий. И ни разу слово не поминается. Я про это говорю. А эти-то обсуждают, дескать, похожи времена, и старобрядцы согласились, так и есть. Ну вот от мертвого к мертвому и пришли. Но сегодня можно на том расстоянии посмотреть и сказать, ни Никон, ни Авакум, они не знали евангельского пути. Не знали. Ну все равно-то, все равно, вот насколько фильм-то я тоже, я этот фильм смотрел, наверное, раз пять сериала смотрел, вот, и все равно там есть, когда Боярне Морозову-то с сестрой закинули в яму, вот, она там очень грамотно цитировала Новый Завет, она очень грамотно, но это говорит о том, что все-таки в высших там, в кругах-то, и Евангелие все равно было, люди обучались, все-таки Слову Божьему. Я думаю, цитируют по Евангелию, перевод, который появится от них через 200 лет только. Это режиссер вкладывает эти слова. Библию вообще не знали, а только знали, самый псалтырь, молиться, и краюшку того, что есть Бог, есть Царство Небесное. Ни один на благовестие не шел, ни Урусова, ни Боярна Морозова, никто этого не знал. Вообще, за пальцами за все. А тут можно было столько делов сделать тому Никону. Всю кору бы с деревьев содрали, с березы, писали, Евангелие разносили, и революции бы не было. А только войной с татарами. Помните, я вот сейчас пришел мне, по памяти вспомнил, она начала цитировать, когда в яму спустился, там послали от патриархии какого-то, я не знаю, священника или кто там, повыше началью. И он начал ей предлагать, что, мол, царь тебе даст там высшие чины в рецарстве, ну типа иди царю поклонись-то. Она его начала цитировать из Евангелия, когда к Христу во время 40-дневного пребывания в пустыне подошел сатана и искушал его вот этими царствами и всем. Вот, и она прям так грамотна. Ну это, наверное, режиссура, да? Да это режиссура. Режиссура. Перевод, который, она говорит, появится через 200 с лишним лет только. Тут и так понятно. И, ну, это национальный герой для старобрядцев. И так понятно. Она в любом варианте, она героиня. Она стояла твердо. Она обладала огромным богатством, с царем могла соперничать. Ее нельзя было никак взять, как только уморить. А если бы Евангелие-то знали и с ней поговорили, да такую фигуру-то как можно терять, как Аввакума и Боярне Морозова-то. Там Евдокия у Русова была, сестра ее родная. А вот только на ненависти давили и давили. Аввакум-то тоже просил, Алексеевич, Алексей там, дай мне власть тот. Я их Никоньян-то всех порешу. И все. Книга написана о житии, им самим написанной о себе. Конечно, как-то непривычно режиссур это говорит. Но однако. И он там пишет наставление чадам своим. Если вам нужно будет вызвать попа Никоньянского, ты заранее во дворе выкопай яму. И там поставь колье заостренное кверху. И прикрой. И когда поп пойдет, в пограде потвоит, и рухнет туда, и пузо распорит. А ты бегай вокруг, и хрящи. Ах, батюшка, то есть батюшка, я не знал, что тут яма. В своем дворе. И не знал, что на медведя, на мамонта поставил такое орудие. Это Аввакум прямо дает наставление. И сегодня перепечатают, сарабрятся все печатают. Я сам считал. Ну неужели мы можем согласиться с этим? Уже сидеть там, еще на могилу царского отца, продалейте там дегать, смолу. Ну куда это годится-то? И призывы только к одному было. Никак нельзя. Евангелие не знали люди совершенно. Евангельской веры на дух не было. Игнатич, однако же, как благосклонно к нему Господь-то отнесся. Вот несмотря вот эту ненависть к Никоньянам, все равно же, посмотрите, Господь и прозрение какое дал ему. И вот такие вот, и слово в нем не угасало. И вот он как свеча до конца горел. Смотрите, вот за эту стойкость его Господь и прославил. А вот, смотря, вот читая, опять же, читая вот эти вот цитаты все, там, это ужас какой-то, что он там только не говорил. Кошмар. Так мирские-то не, такой ненависти не имеют, как у него было. Вот фильм «Остров». Его восприняли православные, там от патриарха Награда Лунгину было, и Петру Мамонову. Они его сглотнули, этот фильм, целиком. Вот точно так старообрядцы сглотнули этот фильм. И сидит тут старообрядец, священник, там, Леонтий Пименов, кажется, и он утверждает, да, так, все правильно, все правильно. Это означает, они согласны, что Евангелия не было. Сидят за столом хотя бы один раз слово «Христос». Это секунды. Ну произнесите, ни один, ни Шепкунов, никто. Никто. Это все не из того кошеля идет. Апостол Павел, когда стоит перед Агриппой, перед Фестом, он говорит о Боге, едва ты меня не убедил, перед Феликсом. Всем свидетельствуют о Христе. А вакуум этого не говорит, и они тут и в фильме не показали ничего этого. Не показали. Да, знал, молился. Люди не понимали. Они, видишь, персты давали, да, богослужения, да, книги. А потом Никон говорит, те и другие книги хороши. Считай хоть по какой. Он Неронов это уже сказал. Главное, что старообрядческий священник в этой беседе одобряет это все. И мы это принимаем так. От них была, конечно, очень хорошая там подмога им. Подсказывали. И все поставили как надо. Достоль Николай ставил. Ну, конечно, и выдумки много тоже там такого всего. Да. Но фильм добрый. Прям мне, я люблю его. Ну. Я люблю. Хорошо поставлено. Как говорят, фактурные фигуры. Там, кажется, Крутиков играет этого, Аввакуума. Вот. И хорошо, что не затертые артисты какие-то там, ни одного нету, а именно все новые. И все показано согласно его книге, которую Аввакуум написал. Ну, и какие еще были данные. Именно природа, в каком месте, какие дома. Ну, здорово поставлено-то. Видно, что... Я из своего рода, который идет по отцу, у меня все старообрядцы. И вот я первый крещён в новой вере. А так у меня все, вот и отец крещён, и все, и братья, и сёстры, и деды мои, и прадеды. Вот. Все старообрядцы. Ну, и у меня все старообрядцы. По матери без поповца, по отцу поповца, белокринитского согласия. Все. Но мы видим, куда зашло. Там ни благовестия, ни в чём нету. Там темнее тёмного подвал. Я имею общение с старообрядцами тоже, конечно, одна ненависть только. Вот. И, как говорится, держатся за непонятное уже. Они-то и не знают, в принципе, ничего такого, к чему может вибраться. А вот единственное там, вот это вот троеберствие, да и что там у них, ничего особенного. Ну, совершенно это, ерунда какая-то. Ну, ерунда, это ерунда. Но они абсолютно непримиримые. Те, которые не признают священство, называются беспоповцы. У меня устаревшие данные. Это, примерно, в 63-м году их было 48 толков в России. 48 совершенно друг друга не признающих. У всех одинаково двои перси, одни и те же книги. А вот поют или не поют какой-то отдельный там антифон, всё уже не... Они абсолютно непримиримые. И на кресте голубь изображен или нет? Если ко мне зашел старый обряд и приглядываясь к этому, еще он смотрит, а у вас тут голубь изображен, всё, молиться нельзя, убери. Ну, какой же это дух-то? Это совершенно никакой роли не играет. Тем более, я признаю, со шестью Духа Святого она распятие изображена или нет, от меня это не зависит. Нет? У меня, ну, дед, допустим, они жили, я не знаю, какая-то деревня старообрядческая была, но и они по соседству жили. Ну, там какие-нибудь коня, они после войны, там уже что там, это самое неверующие все были. А эти держались, веры, всё у них там молитвенные эти стояли, какие, я не знаю, часовинки, или что там у них было, всё книги старые, старые всё иконы, кресты. Вот. Их до последнего уже, до самого, я не знаю, наверное, годов до 70-х их колдунами звали. То есть ненавидели так, их там по всем, ну, по всем окрестностям. То есть ненависть была к ним. Они вообще во всём в чёрном ходили, такие вот, всё время с обущенными глазами, такими со спостными лицами, всё время в молитве, и вот их назвали колдунами. У нас очень известный фотограф, он у нас сфотографировал, потерявки был, Каспришин Андрей Николаевич. И он поехал когда-то, то ли по командировке, с старообрядцем. Ну, всё нормально, приняли по-хорошему. И они увидели на фотоаппарате Никон, написан Никон. Я, говорю, кое-как отбился. Я говорю, это фабрика такая, это завод в Японии, там, не могу ничего никак. Никоны всё это, проклятое всё. И Никоны есть святые, и у старообрядцев они есть, но и Никоном они ни одного не назвали. Как у новообрядцев, о вакууме я даже нигде не встречал. Вообще нет. Но, а почему? А пророк о вакууме был. Ну, почему не назвать-то? Да ещё о вакууме, а другие о вакууме. Даже тут и то, в ударение расходятся. Вот что, дух такой противления. Это вот и сатанинский дух, и дьявольский. Да, да, да. Божий дух, он даже на больших противоречиях проводит человека, высочленивает главное. И на этом главном, на малом хотя бы взять. Ну, вот, неведомому Богу, совершенно языческий жертвенник. И Павел берёт эту празу и начинает проповедовать. Я как раз его и проповедую, неведомого. А какое неведомое-то? А поясняет такое, что когда их родители, которые прадеды, ходили на войну и проиграли, они вернулись когда, и думали, почему? Мы же жертву приносили. Кто-то говорит, а у моего дедушки другой какой-то, я забыл его имя. И они тогда, когда Бог был, моему жертву не принесли, поэтому битва была проиграна. Поэтому они поставили жертвенник, неведомому Богу, на всякий случай обезопасить себя. И Павлу этого было достаточно. Неведомый, так это Христос, вы его не знаете. Вот как надо делать. Это 17 глава, о деянии апостолов. Рыба-то сама в небо отойдет. Да ведь столько много хорошего у старообрядцев. И у них оно-то сколько было, какой он был мужественный. Когда там его чуть не убили, когда мятеж-то какой был, это все показано было. Он один вышел, сражался. А потом, видишь, дали власть, когда и все, ломал и ломал. И главное, этот сидит Шевкунов, Тихон-то. Ну, конечно, мы не каньяне, слово не каньяне, так это, ублажало старообрядческого священника, он кивал головой. Ну, мы тоже, вот у нас были герои веры. Ну, и правильно говорит-то. Ну, нам сейчас не об этом надо говорить, насколько хорошо фильм сняли, а что фильм показал, нет там Евангелия. Христа не знали, о рождении свыше не слышали. Вот это главный фильм, который показал отображение той эпохи. Эпохи, и все согласились, правильно поставлено. Правильно. Почему? Потому что написано, режиссура была составлена протопопом, вакуумом, по его книге. Тут уже ничего не скажешь. Там и Сильвестр подхватили. Да, Евангелия не было еще. Почему можно узнать, что там язычество сплошное, и часто язычество показывает. То есть, вот, ну, не христианские буквально поступки, мысли, дела какие-то, я не знаю, какие-то приметы постоянно, вот они там сплевывают, что там еще. Ну, то есть, ну, не евангельский, густой такой, человеческой жизни. Какой евангельский. Убивает буквально на санках, когда с ребятишками по снегу тащатся, или куда его отослали. Ну, он говорил, ну, ну, говорил, ну, сейчас бы Невзорова, в один день законопатили. Ну, у него столько же хорошего-то. И говорит-то правильно много. Ну, вызовите я в Москве, говорил Сахарова-то, Кириллу. Пойдите там, щаплин, другие, запишите, что он говорит, недостатки. Враги нам лучшие друзья. Поговорка-то откуда? Враги нам ничего не скроют, они правду скажут. И мы должны посмотреть, что он говорит правильно, что неправильно. И где, говорит, правильно исправиться. я когда говорю, это, о, этот старик там опять в своем, какое примирение тут? Я говорю по Евангелию. Да, да. Игнатий Ильич, вот у меня такое, это, я вот думаю себе, если бы вот они склонились, бы и царь, и Никон, к примеру, вот, у них же посещала такая идея, вернуть все назад, то есть выровнять всю ситуацию, людей, примирить друг с другом. Как вы думаете, вот, ну, правильно было бы, если бы вернуть бы все на старое, или все-таки правильнее оставить все? Понимаешь, вот если дальше уже разговаривать, ну, это мы уже говорим, потому что мы в другой эпохе живем. Старообрядцы, по сегодняшний день, несмотря ни на что, Библию так и не перевели. Значит, почти наверняка не было бы профессоров, не было бы Хвольсона, не было бы Павского, и мы были бы без Библии на русском языке. Это первое. Так что и реформа была на свое, в том месте, но не такими методами, не фашистскими. Вот как. Вот возвратиться назад, во-первых, надо понимать, к чему это привело бы. Хотя, обрядом могли вернуться, только обрядом, обрядом. Это не надо было трогать, это никакой роли не играет. Народ-то другого не знал. А вот то, что от Запада они начинали отгребаться, и то не надо, а другое не надо, и получилось, как у старообрядцев на сегодняшний день, у многих. Я знал разные, там Щесовины, Поморские, я среди них был, был и молился там. Движения никакого нету, вообще никакого. Я у них сколько был, и ни разу не услышал о Христе. Я считал, что Божья Матерь выше Христа, потому что она мать. То есть, вот это вот само развитие, духовное, духовное, вот это продвижение, оно как бы заморожено там, да? Нет духовного роста, нет. Не было бы у нас, если бы, Даша, не было бы Серафима Саровского, не было бы Хронштадтского, не было бы Игнатия Брянщининова, Феофана Затворника, перечисляем всех, так не было. Почему? Они в своей среде не могли ни одного породить. Ни одного художника, ни Васнецова, ни одного поэта, подобного Пушкину. А там все пришли потом. Они ничего не могли породить, кроме того, что ты еретик, переходи к нам. Все. Замкнуто, сто восклицательных знаков. Ненависть. Вот тут что бы ни назвали, по какой отрасли, не было бы у нас ни Чайковского, ни Глинки, этого ничего бы не было, не было. Так они говорят, а нас гнали. Так самая ценная церковь дала тогда, когда ее гнали, предоклетиане, предеки. Не надо это забывать. Самое большое число мучеников. Тогда рождались великие подвижники. Возьми, когда гнали, там были такие, которые оставили нам наследие. Это Иринея Леоновская, Поликарм Смирский, это все мученики, Игнатий Богоносец. На их это гонение, тем более все мученики, не повлияло, не загнало их в яму застоя, в эту стагнацию, гниение. Так что старообрядческая оговорка, что это у нас гонение, не коня не гнали, это не в этом деле, это они такие и есть. И сейчас больше 20 лет перестройка. Свобода была с 905 года. Почему не перевели Библию? Она не нужна им. А неконянская не нужна, в ней двои. Они ее перепортили. Я говорю, а как ты можешь знать, перепортили, если ты оригинала не знаешь на еврейском языке, ты должен сравнивать с оригиналом и сказать по-еврейски так. Мы переводили какие переводчики, им цены нет. Я все время молюсь о переводчиках, которые дали нам Библию. Вот и хорошее, и плохое. И все это надо было вычленить тогда, как будто ни одного мудрого человека не было. Богослужебные книги, богослужебные книги, они не Библией занимались, Библию они вообще не трогали. Реформа Никона Библия вообще не касалась. Ни одной буквы. Вот и весь ответ. Почему они не перевели на русский язык сразу-то? А Богослужебные, служите кому как надо, Бог услышит. Ну да, это вот удивительно просто, почему они брались, опять же, там показывают какие-то библиотеки, рукописи, там, я не знаю, завалы целые. Почему переводчики сидят там, люди сидят за столами, почему не взяться, не перевести знаний языков, греческого, латынь, там, все что угодно. Почему не взять, не перевести Библию это, это странное дело. В любом варианте, на любое событие я рассуждаю так, у Бога это все было разнаряжено, режиссура, и теперь на землю проецируется. Нам со слагательным наклонением уже нельзя беседовать. Да, это так, у Бога это было назначено, вырвать из этого застоя, поэтому не ги-ка на своем месте. Не ги-ка на своем месте. Я старообрядцев знаю очень и очень хорошо, до архиепископа, митрополита. И скажу, что если бы сегодня все были старообрядцы, вот которые есть, это они сегодня обмякли такие, у нас ничего бы не было, не было никакого движения вперед, никаких миссионеров, они вообще этого не знают даже, ни одного было не было, Иннокентия, Вениаминова, это вообще бы никто не знал даже, не было бы Николая Японского, Касаткина. Они нигде, нигде, в других странах-то были и приобретают только через смешанные браки. Там, Туземис какой-то, она вышла замуж, нажила ребенка там узкоглазого, и он ушел. А они лежат, показывают, каждое воскресенье пьяное. Это старообрядчество. Главное, гулять, пойти со своей кружкой, чтобы кружка своя была, не замерщиться. Я вырос в этой среде, но вот эта стойкость, которая там была, она мне с детства была дана, и она меня привела к Евангелию. Но таких, чтобы его именно к Евангелию, старообрядческое, вот это, страх, один страх, я любил Божий даже не слыхал, ну, это же единицы. Вот апостол Павел был, говорит, гонитель от фарисея по фарисею. Его биография отсвечивает, моя или на нем отсвечивается. Я бы таким не был, если не был старообрядцем. Не был бы. А так бы поверхностно шагал. Но как у меня там серьезное все было, и вера, и вера в будущую жизнь, и в наказание, я ощущал это все. Это все Бог наложил теперь на Евангелие. Поэтому из фарисеев получается апостолы, а из саддукеев никто. я себя отношу в среды от фарисея в фарисеи. Что-то еще хотел спросить. Я бы позвонил просто это, я хотел, вы не спали же еще, да? Мы только пришли, мы приехали с елки, главной елки Алтайского края, нашей губернии. И там вы увидите, какая она. Тут ролики слепят, я по ролику вам назагоню туда, ну, посмотрите, мы, я даже говорю, давайте зайдем в полицию, полицейский участок, зашли, а у Володи сразу это запотело прям мгновенно, это и он там не сразу заметил, наверное, в тумане. Но все равно интересно, что я им Евангелие разложил, Володя маленько протер объектив-то. Вы еще спать-то не ложились же. Не ложились еще. У нас уже, наверное, второй час, да? Полвторого. Ну, я тогда пойду тогда. Ну, спаси Христос, что зашел. Храни тебя Господь. Я дорогой ехал и говорил, не дай, ну, о вас как-то разговор зашел, я говорю, не дай Бог, я Сергея лишусь. Хоть специально ехать надо в Воронеж, чтобы на могиле поплакать. Да что ты, это, Господь меня не берет. Не уходи. Я тебя не отпускаю. Я тебя буду цепляться, не знаю за что. Я никакой нужды не знаю с тобой. Ладно, оставайтесь с Богом. С Богом? Ты наш драгоценный алмаз. С Богом.